Скачок цены, дефицит продовольствия в мире и на рынках наших ближайших соседей, Евросоюза и России, заставляет и Беларусь в целях защиты собственного рынка пересмотреть цены на отдельные виды товаров. Впрочем, этот рост несколько раз, а по некоторым группам и на порядок ниже того же российского. Например, в Москве только за три недели октября молоко и хлеб подорожали почти на 20%. В Беларуси увеличение планируется в пределах 2-3%. Тему продолжит Андрей Кривошеев. В седьмом году третьего тысячелетия мир всерьез задумался о дефиците продуктов питания. Причем не бедная Африка, а вполне благополучная европейская часть. Старый свет обеспокоен ростом цен на молоко и хлеб. В Москве вспомнили, что такое дефицит подсолнечного масла, сахара и мяса. По подсолнечнику европейцы винят катаклизмы природы. В Украине, Молдове и России выгорели значительные части посевов. Только у нашей восточной соседки сгорело полтора миллиона гектар. Как результат, мировые цены на масло подскочили почти в два раза. За прочий дефицит Москва назначила виновными посредников и торговцев. Мол, это их сговор привел к ажиотажу возле прилавков. Это фактически испытывает в себе такой позыв мародерства. Поэтому вот это мародерство я бы тоже не исключал и в этой ситуации. То есть, если все бегут, если уйдет очередь, то, естественно, любой продавец, он тоже звенчивает цены. Если не имеет чувство социальной ответственности, если он ведет себя недобросовестно. Для Беларуси с ее сильным аграрным сектором дефицит у соседей, как ни парадоксально, и выгоден, и нет. С одной стороны, наши аграрии могут больше продать на экспорт и по более высоким ценам. Так уже произошло с молоком. За восемь месяцев в литрах его поставили меньше. При этом денег получили намного больше, чем в прошлом году. Однако молокозаводы так увлеклись экспортом, что забыли о белорусских прилавках. В итоге почти двухнедельные перебои с молочной группой в самой Беларуси. Раз там дороже, продовольствие объективно, по рыночным условиям, будет стремиться туда, где дороже. Там, так сказать, естественно, более выгодные условия. Отсюда автоматически, как бы мы не хотели, начинается оголение внутреннего рынка. Приявляется более повышенный спрос на соответствующие продукты на внутреннем рынке, который, так сказать, провоцирует соответствующие инфляционные, не только ожидания, но и, может быть, инфляционные моменты. Чтобы дефициты инфляции из России не перекочевали в нашу страну, Минэкономики вынуждены постепенно повышать цены в Беларуси. В среднем на 2-3% в месяц. Иначе перекупщики в погоне за выгодой вывезут продовольствие на рынке соседей. С другой стороны, Беларусь готова поставлять излишки продовольствия легально, помогая соседям совладать с дефицитом и при этом хорошо зарабатывая. В этом году, к примеру, больше миллиарда долларов. Кстати, Россия уже отменяет дискриминационные запреты на поставку из Беларуси молока и мяса. А в перспективе еще и снизят ввозные пошлины. В последнее время очень значительно на пространстве СНГ развиваются инфляционные процессы по прессеопродуктам питания, по тому же молоку и мясу, по которым, в общем-то, были проблемы определенной с аттестацией белорусских предприятий на поставку продукции в Российскую Федерацию. Но мы полагаем, что тот механизм, который выработали премьеры, взаимодействие двух медсихоспродов и соответствующих организаций двух стран, решат все необходимые вопросы для того, чтобы поставки шли необходимыми темпами и в тех объемах, которые способны белорусская сторона предоставить, но российская сторона желает приобрести. Главный вывод, который должно сделать отечественное АПК из нынешнего продовольственного ажиотажа, лаконичный прост. Экспорт выгоден сегодня и будет выгоден впредь. Его стоит наращивать максимальными темпами. Однако, не в ущерб своим гражданам. Кормить свою страну – это задача первоочередная. Андрей Кривошеев, Павел Тухтодин из Гатила, агентство Теленоводитель.